Всем привет, с вами Пиал 419. Сегодня покажу вам интересный проект Oval 3D. Народ в чате тянул, ставится нативно на шлем. В чем смысл? Эта штука якобы преобразует обычные фотографии в 3D фотографии. Вот что-то он меня преобразует до сих пор. Для того, чтобы использовать ее вам нужно будет ссылка в описании зарегаться у них на сайте, и там бесплатный лимит 30 картинок в день. Ну, чтобы потестировать, вполне хватит. Дальше, если зайдет там, по-моему, 7 баксов в месяц подписка, и там больше лимиты. В общем, в чем смысл? Я взял какие-то свои фотографии. Да, здесь есть общий браузер, пока он там все равно думает. Здесь есть общий браузер, где народ загружает всякое, его может посмотреть. Но всякое смотреть понятно, а гораздо интереснее со своим попробовать, я так понимаю. Поэтому я загрузил туда несколько фотографий. Вам, ну, понятно, надо будет сюда залогиниться потом своим аккаунтом. У вас вкладочка MySpace появляется. И выглядит это вот так. Вы открываете любую фотку на клик. Здесь можно... Ух ты, что тебя так трясет-то? Здесь можно на правый стик ближе дальше делать. Конкретно вот эта фотография очень мутная почему-то. Давай следующую. Блин, что за трясочка? Наверное, потому что записываю. До этого не было ничего. Ладно. В общем, вот смотрите, Арбат, насколько я помню, какой-то из Арбатов. Новый старый. Когда-то было в Москве. И тут действительно интересно делается это все, чтобы вы поняли, да? То есть действительно смещаются ракурсы. Я не знаю, как они это умудрились сделать. Например, вот эта машина, она реально выглядит трехмерный. А теперь фокус. Я встаю, и вы видите, как ваша реальность разваливается. То есть они реально как-то делают две картинки. Вот если, например, сейчас аккуратно так... Я на видео будет рисочка, скорее всего, из-за того, что ему сложно и писать, и воспроизводить. Когда я вот так вот головой слегка кручу, видно, что эта машина на переднем плане. Это действительно так. Я не знаю, как они это сделали. Вот еще фотка. И тут тоже, если мы сейчас встанем... Оп, видите, реальность поплыла на эту матрицу. Так, сейчас. Вот там красная площадь. То есть объем действительно ощущается. Я не знаю, каким образом они этого достигают. Нейросети, наверное. Там можно увидеть второй кадр. Но это уже наши, вернее, даже не наши, не знаю, где это сделано. Фотка. Вот эта передняя стелла, да, она тоже ощущается объемно. Если мы сейчас встанем, то вы увидите, что сзади нее, вон, видите, фон появился. То есть они понимают, что эту стеллу надо вынести на передний план. Я не знаю, каким образом они это делают, но как-то понимают и выносят. Даже если глаза закрываешь, видно, что смещение есть. А вот тут вообще прикольно. Вывеска пятерки. И тут я прямо глазом сейчас вижу просто правым, что там что-то не так. И, собственно, первый момент, когда я заметил освещение. Теперь внимание. Как вам объем? Видите, как оно окна сделало? То есть оно понимает, что окна нужно утопить, а саму вывеску, наоборот, вынести вперед. Прикольно. После этого я, конечно, охренел. Тут еще какая-то фотография произвольная. Тоже непонятно, где сделано. Вот такая вот штука. В принципе, выход на X или на A. Если вам интересна вообще эта тема, видите, так трясучите. Нет, это именно из-за записи происходит. Если вам интересна эта тема, регайтесь, бесплатно посмотрите. Я думаю, стоит, может вам зайдет. Но я вряд ли буду этим заниматься. Но как бы как опыт, как опыт, это довольно интересная штука. Здесь я прямо когда посмотрел, что эта машина реально на переднем плане, думаю, нихрена себе. Как-то они делают вот так вот головой, когда вращаешь, видно, что машина закрывает собой полосу разметки. Вот так вот можно убрать голову и реально будет этот 3D эффект. Это, конечно, прикольно. Вот так вот. Пробуйте. На этом, в принципе, у меня все. Если ролик был интересный, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите, да, приложение в AppLab, переходите на сайт PR411, там будет больше приложений из AppLab, оставлю в описании ссылочку. У меня на этом все. До новых видео. Пока.